Все работы по подготовке открытого катка можно разделить на три больших части. Подготовку основы, заливку и поддержание льда в хорошем состоянии в течение всего зимнего периода. В период подготовки снегу было достаточно. Трамбовка где-то осуществляется до 10-15 сантиметров. До тех пор, пока можно ходить ногами. Трамбовка включает себя, может ощущаться разными способами. В нашем подразделении мы трамбовали несколькими пар скат резиновыми. Работа на открытой ледовой площадке сезонная. Уже к середине марта морозы сойдут на нет, а сотрудникам стадиона Икар, где расположен каток, останется только дождаться, когда все горы снега и тысячи литров замерзшей воды снова вернутся в жидкое агрегатное состояние. Заливка на нашем стадионе производится из пожарного гидранта, пожарными рукавами и стволами-распылителями. При заливке, как правило, погода должна быть температурный режим минус 4, 6 и ниже. Но и тут есть свои тонкости. В сильный мороз заливать каток нельзя из-за того, что лед быстро схватывается и в нем образуются полости с воздухом. Посетители вскрывают их коньками, и поверхность приходит в негодность. Чтобы исправить эту ситуацию во время технических перерывов, ледяное поле убирают трактора и специализированная техника. Глажные приводят горячей водой. То есть машина заливается горячей водой, горячая вода поступает в трубу, где отверстие. Из отверстий вода идет налет, и за трубой идет ковер. То есть ковер гладит все шероховатости и топит все нитьяны на катке. Площадь катка на Икаре более одного квадратного километра. Готовит его к каждому катанию всего 5 человек. Оценить работу ледоваров стадиона может каждый желающий. Каток работает каждую среду и пятницу с 16 часов до 8 вечера, а по выходным и праздникам с 11 утра и до 8 вечера с небольшим перерывом. Кирилл Васильев, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.